28 июля в Минске прошел восьмой пленум Совета Федерации профсоюзов Беларуси, где был дан анализ текущей ситуации в нашей стране и вокруг нее. Как следствие, определены задачи организации на текущий период. Не секрет, положение непростое, потому важно и просто необходимо сплочение общества, понимание того, что только единство народа сохранит мир и стабильность в государстве. И именно с этих, таких важных для всех нас тезисов, начал свое выступление председатель Брестского областного объединения профсоюзов Александр Рогачук. Четко и по фактам, с расставленными акцентами по направлениям. Абсолютно логичным и очевидным является роль и место Брестского областного объединения профсоюзов, каждого из здесь сидящих в этом зале, в этом сложном и очень многогранном процессе под названием сплочения нашего общества. Я для себя, как руководитель областного объединения, выделяю основные направления работы. Защита социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза. Первое направление. Второе. Сохранение и увеличение профсоюзного членства. Третье. Работа над числом первичных профсоюзных организаций увеличением. Четвертое. Финансовое состояние, а точнее финансовое укрепление профсоюзных организаций. Пятое направление. Совершенствование и повышение качества работы профсоюзных кадров и актива. Ну и, конечно, сохранение здоровья и жизни людей. Ключевой момент деятельности профсоюза в развитии и совершенствовании социального партнерства в первом регионе – это уже не проблема. Охват коллективно-договорным регулированием составляет чуть более 98%. На данный момент у нас на Брещене на 1 июля в области заключено 20 местных и 65 отраслевых соглашений. Они служат основой для 2633 коллективных договоров и распространяют свою деятельность на 411 тысяч человек. Охват коллективно-договорным регулированием трудовых отношений в области составляет более 96%. Конечно, мы должны стремиться к стопроцентному охвату каждого члена профсоюза коллективным договором, который будет давать человеку соответствующие права и гарантии. По оперативным данным отраслевых профсоюзов, впервые в течение 2023 года было заключено 52 коллективных договора. Общая для всех проблема – дефицит кадров рабочих профессий. Это общая проблема, все прекрасно понимают, и в городе Бресте эта проблема есть, и в целом Брестской области, что дефицит рабочих профессий колоссальный. И вот какой здесь выход из этой ситуации, он лежит на поверхности, между прочим. Это закрепление рабочих кадров на местах посредством совершенствования коллективно-договорной работы. То есть наниматель посредством взаимодействия с профсоюзным комитетом в рамках коллективного договора способен дать человеку то, что не даст ему никакая работа, тем более закордонная. И вот для меня здесь очень четкий, понятный такой пример, когда на той же Березокерамике, благодаря позиции руководителя предприятия, правкома, объем выплат по коллективному договору равен месячному фонду заработной платы всего предприятия. Вот это тот базовый принцип, к которому мы должны стремиться. Все это, все эти дальнобои, все эти там заработки за границей, это все рискованная форма профессиональной самореализации. А через коллективный договор мы даем человеку и финансовую составляющую, и социальные гарантии, и какой-то жизненный комфорт. Важно это все дело сопровождать. На пленуме говорилось о многом, но во главе угла каждого вопроса стоят интересы, права и обязанности трудящегося человека, а потому немалое на профсоюзном форуме внимания уделялось вопросам охраны труда, созданию здоровых и безопасных условий для работы людей. Технический инспектор за первое полугодие 2023-го провели более 500 плановых проверок и мониторингов по соблюдению охраны труда на предприятиях и в организации. Итог, количество несчастных случаев в области снизилось, но это не повод почивать на лаврах. Наиболее часто встречаемые нарушения те, которые требуют от нанимателя вкладывать финансовые средства. Это благоустройство комнат приема пищи, санитарно-бытовые условия для работников и обеспечение работниками средствами индивидуальной защиты. В организациях, где нет профсоюзов, чаще всего наниматель экономит на средствах индивидуальной защиты и слабо обеспечивает, будем так говорить, своих работников этими средствами индивидуальной защиты. На ваш взгляд, почему? Нет воздействия со стороны общественности, то есть профсоюзов. Что нужно сделать для профсоюза? Организовать профсоюз на этих предприятиях, наниматель попадает под общественный контроль трудовых коллективов. У профсоюза большая сила, мы можем обратиться и в надзорные органы, если они будут исполнять наши рекомендации. Мы же ничего не придумываем, мы все берем из законодательства Республики Беларусь. Расширение международного сотрудничества, участие в электоральных компаниях, мониторинге цен и многое другое – все это находится в компетенции профсоюза. Работы по всем направлениям очень много. И совершенствовать эту работу следует и дальше, привлекая профсоюзные организации молодых, креативных, инициативных людей. Именно таким по своим качествам является избранный заместитель председателя Брестского областного объединения профсоюзов Роман Чуль. В профсоюзах я с 2006 года, когда был избран профгруппоргом. Ну и прошел лесенку, скажем так, от профгруппорга до председателя первичной профсоюзной организации. Считаю, что профсоюзный лидер должен расти из низов, из первичной профсоюзной организации, потому что он знает и будет знать профсоюзную работу, скажем так, изнутри. Основная задача, которая стоит перед заместителем, это координация деятельности городских и районных объединений профсоюзов, которые действуют во всех районах нашей области. А в целом, координируя эту работу, скажем так, мы будем нацелены на сохранение и увеличение профсоюзного членства, совершенствование информационной работы. Мы будем проводить мероприятия, которые любимы нашей молодежи и нравятся. Мы будем совершенствовать коллективно-договорную работу в профсоюзах, усилим это направление. Ну, я думаю, что все у нас получится. Бориса Осмолович, Елизавета Демчик, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.